Если мы хотим, чтобы наши дети правильно воспитывались, если мы хотим развиваться как личности, мы должны понять ценность времени, которая остается после работы. Трудолюбие человека начинаться должно в это время. Ценность жизни после работы. Обычно человек очень сильно устает после работы, так? Что надо понять, что такое усталость, почему усталость приходит, что это такое? Природа усталости. Веды объясняют о свернении. Потому что от любви человек устать не может. Допустим, люди могут во время отдыха с любовью относиться друг к другу весь день. И там и то делать, и в теннис, и туда, и сюда. И никто не устает. Хотя физически работы столько же произведено. Никто не устает. Иногда человек на огороде работает целый день, он не устает. У него мышцы болят, тело болит. Он счастлив, он отдохнул. Так или нет? Почему же человек душой-то устает? Почему ему телевизор надо смотреть? Он больше ничего не может делать. Ему ребенок подходит и говорит, мама, сказку мне почитай. Что она должна делать? Она вместо сказки должна читать ему священные писания о жизни святых людей. И это будет настоящая сказка, которую потом сделает из него человека. Деды говорят следующее по этому поводу. Смотрите, вы пришли с работы, очень осквернены, сил ни на что нет. Слушайте духовную музыку. И если есть чуть-чуть побольше сил, духовная музыка дает силы. Она действительно восстанавливает человека, потому что она настраивает на что? На духовную жизнь. Понимаете, люди духовную музыку как поют? Они как служение Богу это делают. Это действие или бездействие? Действие, настоящее действие, оно дает настоящий результат. Потому что там есть любовь. Там есть вечность, там есть настоящая жизнь. Послушайте эту музыку в своей вере. Надо никуда прыгать. В своей вере, в своей культуре. Послушайте эту музыку. И что получится? Появятся силы жить. Дальше что надо делать? Выполнять свой долг. Можно эту музыку постоянно, чтобы она играла. У нас в этом домике, где мы живем с женой, он на двух хозяев. Там за стеной маленькие, тоненькие стены. Приехали недавно. Как бы жила просто бабушка. Тихо жила. Потом к ней приехали дети. И там начались шум, крик, драки, вопли, мат и все прочее. И жена, знаете, что делает? Она ставит духовную музыку к стенке. Тишина в студии. Там все переполнено. Там человек восемь, наверное, живет. Тишина в студии. Чего они-то занимаются в это время? Непонятно. Час музыки нет. Опять... Все, начинается эта веселая жизнь. Опять музыку ставим. Час проходит тишина. Так действует на сознании людей настоящая жизнь. Когда люди любовь чувствуют, им больше ничего не надо. Почему собака воет? Почему собака воет у соседей? Потому что у них нет любви. Даже животное это чувствует. Итак, смотрите. Знание дает человеку возможность понять, как ему жить правильной жизнью в той ситуации, в которой он оказался в жизни. Допустим, муж пьяница, работы нет, денег нет, жизнь пошла под откос. Поднимите руку. Кто так живет сейчас? Нет никакого счастья в жизни. Все очень плохо и тяжело. Нет выхода. Скованная жизнь. Все очень ужасно плохо. Есть такие люди здесь? Хорошо. Вот смотрите, что делать. Ваши обычно какие поступки? Вы начинаете, допустим, печень болит, лечим печень. Допустим, запор, делаем клизму. Так? Ну, то есть, какая-то ответная реакция на судьбу есть. Это нормально. Не надо туда вкладывать слишком много силы, потому что это все равно поможет временно. Если судьба тяжелая, значит, она тяжелая. Она будет так действовать. Надо понять, что есть выход, но он другой. В чем он заключается? Надо понять, что есть свои силы. Если бы они были, они бы уже вышли. Потому что у человека есть внутренняя энергия, а есть внешняя. Понимаете? Если жена уже ушла, ушла уже жена, ее возвращать бессмысленно. Потому что если бы у тебя была внутренняя энергия на жену, она бы не ушла. А если она уже ушла, значит, внутренней энергии нет. Людей связывает внутренняя энергия. Судьба, в первую очередь, забирает энергию, силы у человека. Силы любить, силы жить вместе, силы быть верным, силы прощать там, силы не гневаться. Много-много разных видов сил. Когда судьба плохо действует, она забирает силы, и человек становится обесточенным сначала. А потом развиваются события. Вопрос заключается в том, что делать. Действие очень простое. Надо приходить домой, включать духовную музыку, слушать лекции о том, как жить правильно, которые воскрешают сознание. Надо потом, когда еще больше сил, смотреть. Сначала музыка, которая дает просто песни духовные, которые дают силы. На что тратить дальше? Слушать лекции, которые дают знания. Потому что лекции не послушай, когда сил нет. Но музыку можно послушать. Видите, последовательно. Сначала атмосферу человек создать должен духовную. Он должен хотя бы влажную уборку в квартире делать, чтобы все грязью не зарастало. Он должен есть чистую пищу. Он должен с молитвой учиться готовить, пытаться. Если нет, включать духовную музыку во время приготовления. Нет сил молиться. Хорошо, включай музыку. Видите, человек должен, если он не может сам быть счастливым, он получает счастье извне. А если он получил счастье извне, надо не тратить на то, чтобы потом футбол смотреть, а надо дальше слушать лекцию, которая научит тебя жизнь. Когда ты лекцию послушал, и ты почувствовал еще больше сил, сядь и помолись. А вот когда человек начинает молиться, или просто желает всем счастья, если он, допустим, неверующий, вот тогда начинает меняться уже судьба. И если суждено вернуть все назад, то оно потихоньку возвращаться начинает. А если не суждено, то человеку Бог дает знания. Спокойно, ничего не будет. Надо жить дальше. И у него на сердце спокойствие наступает. Он говорит, хорошо, будем жить дальше. Понимаете, человеку не хватает знания. Человеку не хватает понимания, как ему действовать в этой ситуации. Это все приходит в результате правильных поступков в жизни. Но поступки не означают работать. Трудолюбие нужно после того, как у тебя появилось в свободном времени. Сколько у нас в жизни в свободном времени? Смотрите, до 20 лет мы безмозглые. Ну, пусть до 15. Безмозглые. Мы чем занимаемся? Просто развлекаемся. Старость, не радость. Нет сил жить правильно. Очень мало сил остается на то, чтобы развивать себя как личность. Остается, допустим, 40 лет. Из них. 8 часов спим, 8 часов работаем. Сколько остается? 16, 24 минус 16, сколько остается? 8. 2 часа кушаем. Остается 6. Из них 3 часа надо выполнять свои семейные обязанности. Остается 3. Которые мы смотрим футбол. И зачем тебе тогда нужна эта жизнь? Зачем? Если у тебя всего 3 часа есть на то, чтобы жить, и ты в это время делаешь глупости. Вот это время человек и должен заниматься тем, что всю его жизнь спасет. Веды говорят, чем больше молитв в жизни, чем больше прощения, чем больше любви к близким людям, тем больше этого времени на эту жизнь настоящую становится. Как это происходит, человек не знает. Даже во время работы он может потом всех любить. Даже во время сна он всех любит. Понимаете? Жизни становится все больше и больше. И даже несмотря на то, что внешне все не меняется. Все остается так же, как было. Нас все побросали, работы нормальной нет, но человек становится счастливым. Я сейчас это вам докажу. Вот смотрите. Сейчас у нас в зале достаточно людей, чтобы эту статистику провести. Поднимите руку. У кого внешне все плохо в жизни, но из-за того, что он поменял свою жизнь, ему сейчас стало хорошо. Но внешне ничего не изменилось от этого. Поднимите руку. Смотрите, как много таких людей. Это означает, что можно жить. При любых ситуациях можно быть счастливым. Понимаете? Надо просто понять, что такое жизнь. Работа это не жизнь. Отдых в Режей Деженейра это не жизнь. Это все хорошо, это нужно, но это не жизнь. Настоящая жизнь происходит только в служении близким с любовью, в молитве. В выполнении своих обязанностей. Обязанности каких? Обязанности в сердце. Есть обязанности в сердце. Сказать близкому человеку. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Допустим, ты еще не веришь так в своего близкого человека. Ты это скажи. Ты это скажи. Потому что если ты это скажешь, то отношения начнутся настоящими. С близким человеком. Почему мы не говорим? Некогда. Почему некогда? Потому что безмозглость. Безмозглость. Мы тупим просто. Не знаем, что такое жизнь. Мы тратим свою жизнь не на то. В этом заключаются только проблемы. И все. Мы не хотим с любовью относиться друг к другу. Почему? Потому что мы ценим что-то другое. Мы хотим расслабляться в жизни больше. Мы хотим наслаждаться. Мы хотим праздности. Мы хотим веселья. У нас время есть? Погуляли, повеселились. Ну и что дальше? Где жизнь-то? Потом спать, люди. Где жизнь? Нет жизни. Бывает так, что человек просто потому, что он развил свою судьбу, он может работать где? Там, где он приносит пользу. Где начальство не грабит его силы. Два. Где его не калечат словами. Три. Где все честно. И по-человечески четыре. И так далее. Вопрос заключается в том, почему у меня все не так? Почему я живу не так, как надо? Почему в моих условиях жизни не хватает возможностей жить правильно? Есть только один ответ. Потому что ты правильно и не жил еще как надо. Когда человек начинает хоть немножко сил и времени на правильную жизнь отдавать, у него эти возможности начинают расширяться. Потому что если мы Богу свою жизнь посвящаем, Бог посвящает себя нам. У нас с Богом есть два типа отношений. Первый тип отношений. Это законодательный. Получил карму, получи результат. Вот мы живем по своей карме. Один вариант жить. Второй вариант жить. Ты хочешь любить других? Ты удовлетворяешь Бога. Хочешь честным быть? Хочешь верным быть? Хочешь свою судьбу принять? Хочешь жить на одну зарплату? Ну, чуть-чуть побольше, ладно. Ты удовлетворяешь Бога. Означает, судьба будет другой. Она смягчаться начнет. Понимаете? Смягчаться. Какие признаки смягчения судьбы? Первый признак. Вот здесь вот становится. Не случайно светло и не случайно весело. Не случайно, понимаете? Потому что Бог доволен тобой. Не случайно там становится светло. Поверьте мне. Вот если у вас на лекции сейчас не случайно стало светло, значит это не случайно стало светло. Вы почувствовали, стало здесь спокойно. Это первый признак того, что жизнь нормальная пошла. Не скотское, простите меня за выражение. Потому что скотская жизнь означает жить просто для того, чтобы работать, комфорт иметь, сексом заниматься и есть. Так это животные все делают то же самое. Они тоже как бы работают, ищут добычу. Они в норках живут тоже, сексом занимаются. У них просто все это по их интеллекту. В соответствии с их развитием. То же самое, то же самое, понимаете? Но это не жизнь, это скотское существование. Стремиться к честности, к любви, к трудолюбию. Стремиться к тому, чтобы забыть про себя и служить другим. Стремиться к тому, чтобы принять ту боль, которую как бы жизнь дает. Стремиться к тому, чтобы слушать духовную музыку, общаться на духовные темы, найти себе наставника, ходить на духовные программы. Означает жизнь, настоящая жизнь. Кто из вас недавно был на духовном празднике каком-то? Поднимите руку. Вы почувствовали жизнь? Вы почувствовали, что это другое? Это не просто нажраться, как свиньи там. Разницу чувствуете или нет? Почувствуйте разницу, почувствуйте вкус, да? Как это же... Мне на сайт поместили юмор такой. «Кока-кола» написано на люке конституционном. Открой крышку, почувствуй вкус. Мне понравился этот юмор. Очень мне понравился. Сходи на духовный праздник, почувствуй вкус. Отношения с настоящими людьми. Но когда ты придешь туда, у тебя будет один вопрос внутри стоять. Один вопрос. Поняли, да, что за вопрос? Не поняли? Но если вы не поняли, значит у вас с этим все нормально. А те, кто поняли, те поняли. Вопрос в чем заключается? Я же не верю. Чего я сюда пришел? Вопрос означает, что мы не хотим никому отдать свою судьбу. Мы не хотим. Мы хотим сами, сами. Ну хорошо, здесь не верите. Поверьте там. Идите туда сходить. Там на праздник придите религиозный. Помолитесь так, не нравится так, но сходите туда там, помолитесь вот так. Ну где-то должно понравиться. Человек должен устанавливать свои отношения с Богом, иначе жизни нет. Потому что нет совести без Бога. Вот коммунисты сделали совесть без Бога. Что, получилась совесть? Никакой совести нет без Бога. Без знания, что ты душа, невозможно честно жить. Потому что если ты не знаешь, что ты душа, ты не знаешь, что жизнь коротка. Человек не может понять, что жизнь коротка, если он не чувствует себя душой. Он думает, да все нормально, Олег Геннадьевич обманул. На самом деле, не 10 лет, а 30 как минимум. А что, 30 это много что ли, как минимум? Это тоже ерунда на самом деле. Я вот 47 прожил и вообще не помню, как это произошло. Так, трудолюбие, смотрите, важно понять, что трудолюбие означает прежде всего труд души. Когда человек труд души развил в своем сердце, то тогда он может трудолюбие уже проявить и на работе. Оно начинает распространяться. Первое трудолюбие начинается во время свободного времени. То есть мы свободное время должны кому-то отдать. Или мы отдаем своим наслаждениям, или мы отдаем счастью настоящей жизни. Настоящая жизнь это жизнь души. Она вечную природу имеет, настоящая жизнь, понимаете? Она не вот это вот, покакал, допустим, я покакал. Это настоящая жизнь или нет? Нет, это просто деятельность тела. Да, конечно, ты можешь наслаждаться этим процессом тела. Но надо понять, что тело, оно стареет каждую секунду. И наступит момент, когда ты не сможешь себе сказать, я покакал, понимаете? Потому что в старости это тяжелее дел, тяжелее. Надо понять такую вещь, что тело, оно сейчас, допустим, тебе приносит наслаждение. Но это самообман. Думать, что тело, это то, что принесет тебе счастье. Жизнь души приносит настоящее счастье. Вот смотрите, хоть старый человек, хоть молодой. Если он научился с молодости жить душой, значит, он всегда будет жить душой до последней капли жизни. Но если человек не научился жить душой, он живет только телом, он бицепсы свои в 70 лет никому не покажет. А если он в 70 лет будет бицепсы продолжать показывать, то подумаешь, что он совсем дурак. Уже дальше некуда. Раньше был дураком, а сейчас еще хуже. Кому его 70 лет, его бицепсы нужны? У него же все. Видите, деятельность тела временное счастье дает. Это факт. Но надо от этого бежать, мои хорошие. Это временная вещь. Понимаете, мы должны жить долго. Нам и в старости жить тоже. Почему нет? И в следующей жизни жить. Но эта жизнь долгая. Она возможна только с помощью души. Понимаете, вот если мы просто ходим на работу вместе, мы, муж и жена, ходим на работу, живем вместе, детей воспитываем, растим. Бац, муж умер, допустим. Кстати, вы должны знать, что так бывает. Некоторые не знают. Муж умер. И она начинает плакать. Я для тебя ничего не сделала. Мы с тобой даже нормально не поговорили ни разу в жизни. И начинаются вот такие слезы. Зачем ты ушел так рано? Я еще не смогла для тебя пожить. Так смоги сейчас тогда. Он еще не ушел. Он вот здесь, вот рядом. Все. Жизнь должна быть прямо сейчас. Понимаете? Мы спим. Означает. Работа, сон, еда, заботы. Это сон. Это не жизнь. Наша следующая жизнь начинается тогда, когда человек говорит себе «Стоп!» Духовная музыка. Зарядка. Правильное питание. Пост. Каждый на своем уровне начинает жить. Вот как кто-то не понимает, зачем нужно желать себе счастья. Он не понимает. Но зато он понимает, что надо под холодный душ встать. Хорошо. Вперед. Это тоже духовная жизнь. Есть разные уровни развития, понимаете, человека. Это тоже духовная жизнь. И человек, побеждая себя, начинает чувствовать себя очень хорошо. У него появляются чувства. Мы должны это образование получить в своей жизни. Конечно, мы крутые. Нет никаких сомнений, что мы крутые. Олег Геннадьевич вообще. У тебя есть кандидатская диссертация? Нет кандидатской диссертации. У меня есть. Ну и что? От этого что-то произошло? В следующей жизни будет кандидатская диссертация? Не будет. Почему? Потому что это внешняя вещь. Что является внутренней вещью? Молитва. Вера. Наставнику. Вера в писание. Способность жить правильно, честно. Настоящее достояние человека. А наша крутизна, которой мы так гордимся, это внешние вещи. Ты получил, допустим, по своей судьбе хорошее социальное положение. Это значит, что в прошлой жизни ты делал много добрых дел. Вот и все. Больше нет причины. Почему ты стал таким уважаемым человеком в обществе? Больше нет причины. Одна только причина. Ты опять же жил внутренней жизнью, но уже в прошлой жизни. Ты получил в этой жизни хорошее рождение. Означает таланты, означает высокое положение в обществе, образованность, эрудиция, влиятельность, степени ученые и так далее. Все это ты получил, допустим, в этой жизни. Но что в этой жизни ты для своей следующей сделал? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Какой вопрос тебе надо задать? Я крутой сейчас. Что с тобой, с твоей крутизной будет завтра? Ничего. Ничего. Просто человек оставляет тело и в следующей жизни он живет так, в соответствии с тем, что он получил в этой. Все. Поэтому давайте оставим всю свою крутизну, влиятельность. Надо просто начать жить внутренней жизнью. И сразу придет счастье в жизни. Сразу придет счастье. Трудолюбие это результат внутренней жизни. Вот, допустим, взять любого человека, который уже трудится с любовью. Означает, что он такой. Есть, допустим, люди, которые любят труд. Кто-то вырезать любит. Он смотрит на то, сколько ему за это денег дадут или нет? Нет. Постепенно приходит время, и ему деньги за это дают. Заметьте, так ведь это или нет? Вот Релик, допустим, рисовал свои картины, ему все равно было, будут платить или нет. Но интересно знать, что уже при жизни его картины стоили бешеных денег. Бешеных денег. А сейчас тем более. Почему? А потому что он с любовью рисовал. Он вкладывал сердце в свой труд. Он честно относился к жизни. Ему хотелось показать людям истину, как он ее понимал. Это называется внутренняя жизнь. Она дает сразу результат. Понимаете? Удивительный, глубокий результат. Во всех отношениях. Во всех отношениях. Но сначала жизнь человека развивает внутри, а потом начинает развивать снаружи. Таков принцип настоящей жизни. Если ты настоящий человек, сначала у тебя не будет большой зарплаты, потом общество тебя признает, у тебя будет все, что тебе нужно в жизни. Когда ты сдашь все свои экзамены. Но что у тебя будет? У тебя сердце сразу начнет меняться. Означает, следующая жизнь точно будет хорошей. И после нее все будет хорошо. Понимаете? Один человек тратит время и силы основные свои на том, чтобы укрепиться в этой жизни. Это бесполезно, понимаете? Глупая трата времени. Потому что если ты внутренней жизнью заниматься начал, все свободное время и все свои силы туда отдаешь, то в этом случае и твое положение будет также хорошим. Но когда у тебя положение в обществе станет хорошим? Когда ты уже этого будешь заслуживать. Так это же классно. Допустим, человек настоящий врач, он развивается и внутренние качества как врача. Не значит, что он не должен учиться. Он должен учиться, но он должен учиться. Это означает также трудолюбие. Смотрите, врач настоящий должен не учиться к тому, чтобы диссертацию написать, кандидатскую. А он должен учиться людей лечить. И в этой деятельности он получит счастье, потому что люди же будут благодарными, они же почувствуют вот это все. А это означает душевная деятельность, опять же. Можно и на работе ее проявлять, это означает трудолюбие. Трудолюбие это не означает просто работать, означает любить людей на работе, означает вкладывать свои силы в труд, чтобы это полезно было и так далее. Это многие вещи означают. И спрашиваются, а что от меня, мне от этого будет? Вот это уже вопрос, понимаете? Если ты хочешь, чтобы от этого тебе что-то было, значит тогда у тебя в жизни ничего хорошего не будет. Человек должен просто выполнять свой долг, твердо зная, что счастье неизбежно в своей жизни придет. Вот допустим, женщина, девушка, она хочет выйти замуж. Она должна учиться быть женщиной, означает быть нежной, заботливой, трудолюбивой. Всем помогать, близким, друзьям, подружкам. Учиться готовить, учиться стирать, учиться убираться. Все по-женски учиться делать с любовью. Вопрос возникает, когда, когда не твое дело. Но это гарантия. Придет время, и ты обязательно, обязательно получишь себе хорошего человека в жизни. В этом нет никакого сомнения. Потому что здесь карма уже не действует. Карма уже не действует. Карма это что такое? Это жесть. А когда человек трудится с любовью, он уже не по карме живет, а по милости Бога. Есть две у человека жизни, понимаете? Одна карма, это то, что вот мы уже получили осадок этот от своей судьбы. А вторая жизни, это та, о которой мы всю лекцию говорим, понимаете? Она не зависит уже от кармы. Если человек начинает делать добрые дела в своей жизни, то эти добрые дела создают его судьбу, понимаете? Он начинает по-другому жить. А если он молится Богу, с Богом отношения, со святыми людьми строит, то тогда еще больше света в его жизни становится. И карма вообще уже отдыхает в этом случае. Вообще отдыхает. Понимаете, о чем речь-то сегодня? О том, что судьбу можно победить свою. Можно. Но не так, как мы думаем. Она побеждается не тем, что мы еще больше работаем, а тем, что мы отказываемся от ненужного и начинаем работать в сердце своем, вот здесь. Где и трудиться надо по-настоящему. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Как научиться принимать события, ситуацию, квартиру? Любовь бывает ненужной. А если ее не принимают? Хороший вопрос. У нас в жизни что-то есть, допустим. Тот человек или не тот, та квартира или не та. Мы не знаем, как принимать. Для этого существуют отношения со святостью. Вот как я принимаю, я вам сейчас объясню. Допустим, у меня есть какое-то событие в жизни. Мне, допустим, в чем-то туго стало. Ну и Бог с ними. Я сажусь, у меня есть наставник. Я начинаю молитвы и служить ему. Как я ему служу? Я думаю о том, как я буду выполнять его наставления. О том, как я его люблю. О том, как я хочу, чтобы он здоровый был. И чтобы у него все получалось в жизни. И чтобы у него все нормально, дальше распространялось его знания, которые он дает людям. В это время. В это время. Вы что думаете, там не знают, что у меня есть проблемы? Они такие глупые там, да? Там не знают, что у меня есть проблемы, о которых я сейчас не думаю. Смотрите, два способа жить. Первый способ, прикованность к проблемам, дает человеку тупость, отупление в этой проблеме. Вот смотрите, человек, допустим, приковался к проблеме, и он уже спать даже не может от нее. Она крутится, 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 крутится в голове. Он не знает, что с ней делать вообще. И она его душит и душит, душит и душит его судьбу. Так человек попадает в сети кармы. Как избавиться от них? Человек думает о том, чтобы служить старшему. Или служить кому-то вообще, просто служить. Результат какой? Неожиданно. В какой-то момент, когда ты уже служишь достаточно в своем сердце, вот сюда в сердце приходит правильный ответ. Потому что правильный ответ не зависит от нас. Если бы мы заслужили, он бы уже сейчас здесь был. Но так как его здесь нет, значит мы не заслужили. Но заслугу человек максимальную получает не от того, что он печень болит, печень лечит. Максимальную заслугу человек получает от максимальных поступков. Если человек служит святому человеку, служит Богу. Если человек прощает, просит прощения. Если человек перестает не любить других людей, которые не так, как он верит другим Богу. Он злобу в своем сердце убирает по отношению к кому-то, по отношению к родственникам, близким и так далее. В этот момент Бог становится доволен, и в сердце приходит знание о том, что делать вот в этой ситуации. Знание какое? Четкое, ясное, кристальное, без вариантов. Просто оп! И все. У кого во время лекции пришло знание, что делать по Димитю? От кого вы получили его? Как вы думаете? Правильно, вы получили оттуда. А я просто это... Откуда человек получает на концерте хорошие эмоции? Он получает оттуда. Но есть те, которые просто как бы... Ну, как бы, что-то делают для этого. Понимаете идея, в чем заключается? Что я просто что-то делаю, но вы получаете оттуда. Потому что, смотрите, я что-то делаю. Кто-то получил, кто-то не получил. Если бы я делал, все бы получили. Вот я если делаю, все бы получили. Почему если я делаю? Почему кто-то не получил? Раз получил, я, значит, делаю. Не работает система. Кто-то получил, а кто-то нет. Почему? Потому что тут вот есть кое-что. Приходит время, и знание приходит человеку. Поэтому чего париться-то? Не надо сжигать себя мыслями о том, что он меня бросил. Не надо об этом думать. Думай о том, что тебя спасет. Не будь скупцом, который хочет жить в том, чему ему не дают. Вот знаете, как скупцы себя ведут? Меня бросили, а я хочу с этим человеком быть. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Не факт. Не факт, мой хороший. Это уже от тебя не зависит. Что значит скупец? Это значит, что человек хочет, чтобы его жизнь была так, как он хочет. А настоящий человек, настоящий, сильный, как живет. Он принимает свою судьбу. Вот какая есть, такая есть. Он принял ее. И как ее можно принять? Только одним способом. Вот здесь вот написано, как принять судьбу. Объясняю. Принимается судьба только с помощью принятия в свою жизнь энергии счастья. Счастье имеет в себя только духовную природу. Поэтому как человек может счастьем сердце свое наполнить? Иссушенное сердце тем, что меня бросили, работы нормальные нет, зарплаты нет, пьяница, муж и так далее. Как иссушенное сердце наполнить счастьем? Начать жить настоящей жизнью. Надо включить духовную музыку, несмотря на то, что счастья нет. Забыть свои обиды и начать слушать духовную музыку. А когда силы появятся, надо принимать судьбу. Надо говорить, пожалуйста, Господь, дай мне знание о том, что у меня все хорошо. Я живу так, как мне положено жить. Я получил то, что заслужил. И когда это знание в сердце приходит, человек знает, что делает? Знаете, что он делает? Вот так он делает. И ему становится хорошо. Несмотря на то, что внешне все как было, так и осталось. Это значит, что он получил предварительное знание в своем сердце. Предварительное знание что означает? Все идет по плану в твоей жизни. Все идет хорошо. Не волнуйся. Ты получаешь в своей жизни самое лучшее, что тебе нужно получить. Самое лучшее. То, что тебе нужно, ты получаешь. Без всякого сомнения. В сердце приходит это знание. Дальше что приходит? Какое знание? Если дальше человек начинает служить истине, правильно, приходит знание, что теперь делать тебе надо в жизни. И когда человек начинает действовать в этом направлении, он еще больше истину удовлетворяет. И что приходит в его жизнь? Счастье означает настоящие друзья, настоящий наставник, настоящая жизнь, настоящая молитва, настоящее понимание, кто я такой. Вот это счастье. Счастье не означает вот это. Сколько это продлится? Счастье означает то, что я сейчас перечислил. Потому что эти вечные ценности, о которых мы вот каждую лекцию с вами говорим, вечные ценности, они приходят к человеку как большая награда в жизни. Большая награда. И ради этой награды стоит потрудиться. Стоит жить по-настоящему, учиться. Потому что никогда не закончатся эти вечные ценности. Они вечные. Жизнь законится, ценности останутся. Какие последствия в жизни человека дает рождение через кесарево сечение? Ну вот родился ты через кесарево сечение. Какие последствия у тебя в жизни? Вот тебе положено было родиться через кесарево сечение. Ты родился через кесарево сечение. Какие последствия? Вот я, допустим, разок из калитки выходил и промазал мимо дорожки, попал ногой в грязь И у меня как бы вся нога в грязи Какие последствия? Нога в грязи Все, больше никаких последствий Пошел, ногу помыл и стало не в грязи Но ты, допустим, родился через кесаревое сечение Почему? Надо вопрос был другой задать Почему я родился через кесаревое сечение? Объясняю Потому что ты в своей жизни, в прошлое, не хотел идти к трудностям лицом вперед Ты не хотел идти в бой, не хотел сражаться за свою судьбу А всегда выбирал какие-то легкие пути Я дообъясняю, что когда человек проходит через родовые пути Он первое понимает в своей жизни, куда он попал Вот так надо дальше жить Рожать все время, рожать свою судьбу Сражаться А преждевременно есть Ничего страшного Вот первое, что надо принять в жизни Ничего страшного Вот как меня не родили, так и хорошо Слава Богу Есть сведения, веды объясняют, что родиться в человеческом теле Это просто такой редкий дар Понимаете? Веды объясняют, что все эти травинки, пылинки, которые вот микробики Они такие же души, как мы Такие же души, как мы Просто они хотели другого Веды объясняют Ровно такого состояния, которое человек в своей жизни ищет Он и получает в следующей жизни Если ты расслабиться хотел, просто отдохнуть в своей следующей жизни Иначе будешь деревом, отдыхай Нет проблем, отдохнул, дальше будем жить Хотел секса, пожалуйста, будешь обезьяной В человеческом теле сексом невозможно нормально заниматься Любой самый опытный сексопатолог вам это скажет Вам не скажешь, мне скажет Но когда всех проанализировал, проконсультировал, он понял Что нормального секса в человеческом теле почти не бывает Ну, может, чуть-чуть бывает иногда А вот в обезьянном теле, мои хорошие С сексом можно много хорошего получить Обезьяна может пять раз так сексом в день заниматься Что у вас уши повянут И волосы дыбом встанут По полчаса, пять раз в день нормального настоящего секса Американские ученые это узнали Начали перешивать мужчинам обезьяне половые органы Все получилось Но только они заметили, что у мужчины почему-то они вот стали немножко другими Как-то поведение поменялось после Стали по-другому к жизни относиться В результате Понимаете идею? Идея заключается в том, что человеческое тело не предназначено Ни для чего из этих вещей оно не предназначено Выключайте свои телефоны Все это мы получаем в животных телах Зачем тело птицы дается? Чтобы наслаждаться движением Свободным движением Для чего тело рыбы дается? Для того, чтобы отдыхать в свежей воде Для чего дается тело медведя? Чтобы выспаться Выспаться Потому что тело предназначено для каких-то целей Но только человеческое тело предназначено для того, чтобы понять, что я душа Ни в теле медведя, ни в теле оленя, ни в каких других телах Мы не сможем этого понять Что я вечный Что я должен жить вечными чувствами, вечными желаниями И в теле медведя, и в теле оленя Мы занимаемся теми же самыми вещами Заботимся о своей жизни Как можем? Допустим, олень может вот так заботиться Мы можем больше Разницы никакой нет Разница есть Человеческая жизнь предназначена для духовного знания Нет другой цели человеческой жизни Нет другой цели Если хотите, я могу вам отвечать на вопросы на следующей лекции Нормально? Хотите, мы всю лекцию ответ на вопросы посвятим? Кто не хочет поднимать? А кто хочет? Большинство не хотят Хорошо, значит Будем так, перерывок отвечать Так, у нас сколько времени? Ага Сейчас Восемь часов или девять? Девять Девять Сейчас мы немножко с вами позанимаемся вот этой внутренней жизнью То есть практика очень простая Те, кто были на прошлых лекциях, уже знают ее Надо сесть прямо Так мы сейчас с вами будем погружаться в вечное отношение, в глубокие отношения Сейчас будет практика в этом направлении Нужно вспомнить изображение какого-то святого человека, который вы считаете действительно святым Вот у вас в сердце появилось такое чувство Вы изучили его судьбу, его жизнь, почитали о нем что-то Есть икона какая-то или фотография Вы считаете человека святым или очень возвышенным Через такого человека в сердце наше приходит истина Через таких людей, очень возвышенных, чистых людей Что нужно сделать? Нужно кланяться ему мысленно И стать инструментом в руках его миссии У возвышенных людей есть только одна Миссия отдавать любовь Отдавать любовь У них нет другой цели жизни Даже если они живут в этой жизни сейчас Они где-то живут И связь с ними легко устанавливается через их изображение Это знают все В любой духовной традиции люди знают Что если есть изображение Или просто, допустим, в мусульманстве не используется изображение Но зато есть имя Бога Можно через него вот так же настраивать Сглавиться имени Бога просто Или Библии, допустим, кланяться Или кланяться священному писанию Допустим, в мусульманстве так вот принято Такая практика Практики могут быть любые Но цель С уважительно, с глубоким чувством кланяться святости И хотеть быть слугой у этой святости Быть слугой означает Кому-то помочь Не себе, а кому-то другому Потому что мы всю жизнь вот только и делаем, что живем для себя Надо начать настоящую жизнь жить Вспомните какого-то человека, который нуждается в помощи Не надо вот мусолить его в памяти слишком сильно Думать, ой, какой ты несчастный Там столько у тебя болезней Не надо об этом думать Просто знайте, что когда человек свою мысль чему-то посвящает Немедленно эта мысль приходит туда, куда она ее посвятила Это закон непреклонный Который мы не знаем, но он действует Вот допустим, если вы сказали Я желаю тебе, мой сын, здоровья Это значит, сколько вы можете дать своему сыну здоровья Столько вы ему дадите Чаще всего не слишком много Не слишком много Потому что у нас у самих его нет Второй вариант, смотрите Вы кланитесь святому человеку И говорите ему Пожалуйста, помоги вот этому человеку Есть одно исключение Если этот человек ваш близкий То в этом случае эффекта сильно большого не будет Почему? Потому что нет большой разницы между вами и близкими вашими людьми Это все равно ваша жизнь Таким образом вы косвенно заставляете святого человека служить себе Вспомните человека, который нуждается в помощи Пускай он не слишком уж близкий Ну достаточно друг там, нахлукомый какой-то Не тот, который прямо вот здесь вот Но нуждается в помощи Вспомните любого такого человека И может быть это близкий человек Пускай будет близкий Если допустим сильно нуждается в помощи близкий человек Пускай это будет близкий, ничего страшного Надо кланяться святому человеку И просить его мысленно Желать стать винтиком в руках его судьбы Его желание жить означает помогать Означает помогать И надо, чтобы вот таким винтиком стать Человек должен настроиться правильно И вот для этого настроя мы будем повторять Я желаю всем счастья Потому что пока человек всем счастья не желает Пока он кого-то не любит У него свои мнения по отношению к кому-то есть Свои идеи, взгляды, убеждения там Пока это есть С Богом у него отношений не будет С Богом есть отношения только у того Кто никого в своем сердце не судит Надо повторять Я желаю всем счастья Кланяться святому человеку И просить его делать то, что он всегда делает Помогать тому, кому вы хотите, чтобы он помог И надо сказать ему Я хочу быть винтиком в руках твоей судьбы Хочу, чтобы мое желание, которое само бесполезно Я своим желанием не вылечу этого человека Но я свое желание могу направить в твои стопы И тогда из тебя выйдет сила, которая ему поможет То есть человеческая жизнь становится совершенной Когда человек становится винтиком в руках Личности, которая уже стала винтиком у Бога Понимаете? Нет идеи Надо стать проводником настоящего света Не света своей какой-то зачуханной жизни Несчастной Чуть-чуть мы можем дать что-то Это не нужно никому Правильная жизнь означает Стать лучиком Того света, который имеет силу Тогда жизнь моя тоже наполнится радостью Не волнуйтесь Этот свет не пройдет мимо вас Не пройдет Он обязательно остановится и там На какое-то время Но условие такое О себе думать не надо Думать надо о ком-то другом Потому что мы, может, слишком много о себе думаем Толку никакого нет Ничего не поменялось в нашей жизни Все происходит так же, как и у всех остальных Субтитры создавал DimaTorzok